Микс Ньюс. Советы богачек. То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать. Российский психолог-психотерапевт. Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. Специалист по семейным отношениям. Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую другу. Ирина Богачек на Радио Болтком. Поэтому это такие некие лайфхаки. Дает советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем, да? А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решаются. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, программа Советы богачек. В нашей студии российский психолог-психотерапевт Ирина Богачек. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот мы сегодня поговорим на тему очень интересную, теории привязанности. Если у вас есть вопросы, есть какие-то истории жизненные, замечания, может быть, просьбы, я уж не знаю, вот разобраться в какой-то ситуации сложной, вы можете, во-первых, писать на WhatsApp нам. 2-3-0-6-1-9-1. Это удобно, просто может быть, ну, потому что мы сможем в какую-то паузу зачитать ваше сообщение. Ну, или дозванивайтесь, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот не так давно читал роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», где как раз одна из героинь этого романа, она привязывала к себе вот, значит, своего бывшего одноклассника, который стал чуть ли не олигархом и использовала там какие-то тайные методики, там, тайные техники. И вот влюбила его в себя так, что он просто сломя голову, как вот назов крысолова дудочки, пошёл за ней и абсолютно, в общем, потеряв голову, был готов на всё. Теория привязанности. Вот действительно ли можно человека привязать, получается? Скорее от другого края мы начнём наше повествование. Как сам человек привязывается, а, соответственно, если человек будет обладать такими знаниями, например, как он может привязаться и как другие люди могут привязаться, конечно, он может использовать это как жёсткие техники манипуляции. Ну, собственно говоря, ну не секрет, что нерелингвистическое программирование очень часто используют, они так называют уровни вербовки, да, которые используются для ведения переговоров или для привлечения клиентов или вообще для воздействия на массы, потому что, в общем-то, люди сделали на самом деле очень крутую историю. Они собрали всех успешных, списали с них портреты, посмотрели, как они работают, говорят, что они делают, какие эмоции они вкладывают, и составили алгоритм воздействия на других людей. Но для того, чтобы понять, какой из людей будет успешным, где, в какой области, да, и на что он будет вестись, вот, ну, он немножечко такой, может быть, вульгарный сленг вестись, но вот, мне кажется, он лучше, чем вербуется. Ну, как-то мне вот ближе ложится на душу. Я хотела бы рассказать, да, про теории привязанности, как формируется у человека привязанность к другому человеку. И здесь, конечно, существует много теорий, я сегодня их расскажу, в достаточно лёгкой форме, то есть совершенно не наукообразно, вот, потому что всё-таки передача называется «Советы богатчик», и в конце нашей передачи я скажу, как, в общем, та или иная форма привязанности может повлечь за собой разные формы отношений, в том числе и созависимые отношения. И запрос очень большой как раз на эту тему. В конце я проанонсирую, какие маячки, сигналы, возможно, свидетельствуют о том, что вы в созависимых отношениях, а следующую передачу предлагаю как раз посоветить исключительно созависимых отношений. Итак, что такое привязанность? Привязанность – это потребность во вторичном объекте, то есть во втором теле, во втором персонаже. Это, кстати, тело, может быть, вовсе даже и не тело, и я сейчас об этом расскажу. И разные авторы, они говорят о том, что наша привязанность человека, маленького в данном случае ребёнка, к вторичному объекту разные временные периоды может использовать. Кто-то говорит, что она формируется вот мгновенно. И в данном случае хочу привести теорию Лоренса Конрада. Достаточно известный человек, Нобелевская премия как бы ему была дана, но потом его обвинили в нацизме и, по-моему, лишили его этой награды. Могу немножко здесь неточную информацию давать. Так вот, он говорил, что у маленького человека и, в общем, любого живого существа привязанность формируется в первый момент запечатлевания и так называемый импритинг. Вот кого ребёнок увидел в первые моменты своей жизни, вот тот и будет его мама на всю жизнь. И он проводил очень интересные эксперименты. Он экспериментировал с гусями, и в данном случае с маленькими гусятами. И кого он им только не предлагал в виде первого движущегося объекта, за которым, собственно, эти гусяты следовали. Дошёл до того, что уже потом под конец предложил им в качестве этого движущегося объекта свои полосатые штаны, и эти гусята за его полосатыми штанами следовали, как за мамой. Чем, собственно, и подтверждал вот эту свою теорию. Другой учёный, достаточно известный, уважаемый, которого зовут Джон Боулби, говорил о том, что у человека есть генетически обусловленная потребность, это стремление к контакту и близости. И без вот этой вот потребности человеку очень сложно. Именно стремление к контакту и близости. Если мы вспомним знаменитую пирамиду Маслу, там базовыми потребностями является безопасность и так далее. А вот Джон Боулби говорит, нет, стремление к контакту и именно близости. И он говорит, что окно привязанности формируется в данном случае не мгновенно, или в течение месяца, а в течение полугода. И вот, например, маленькие дети, они в один месяц, когда уже они начинают распознавать, появляется первая улыбка, вот до полугода они плюс-минус улыбаются всем, показывая, что… Ребенок показывает, что он такой прекрасный, позаботьтесь обо мне, да, полюбите меня. Вот, а далее уже, начиная с полугода, уже начинается дифференциация, развлечение, и в данном случае кто-то воспринимается именно за близкий объект, ну в данном случае это моя мама, да, а кто-то чужой и не подходил. Да, сразу плачет. Моментально, да. Если вот, допустим, месячного, ну там даже трехмесячного ребенка, ты еще можешь его взять на руки, и это будет нормально, то в полгода уже ребенок устроит такую истерику, ну, собственно, все родители это знают. В психоаналитическом концепте считается, что образ вот этого вторичного объекта, то бишь мамы, вообще проходит несколько интересных этапов, и вначале у ребенка формируется привязанность не к маме, а к материнской груди, и об этом теория объектных отношений. Я не случайно об этом хочу немножко рассказать, для того, чтобы будущие мамочки, да и папочки вообще знали, что и как здесь происходит. Дело в том, что ребенок вначале воспринимает материнскую грудь как часть себя, то есть это не какой-то посторонний объект, это часть себя, и по этой теории, теории объектных отношений Меллайн Кляйн, грудь может быть хорошей и плохой. Хорошая это та, которая тепленькая, которая дает молочка, которая всегда рядышком, а плохая это, которая куда-то ушла, или грудь, которая не дает достаточного количества пищи, она плохая. И только к трем месяцам у ребенка возникает понимание, что, собственно говоря, это не его часть тела, это совершенно другая часть тела. А потом еще дальше уже идет понимание, что это вообще принадлежит другому человеку, это другой человек мама. И в данном случае кем является мама, или вот эта материнская грудь, она является контейнером, в который маленький ребенок может вымещать все свои негативные эмоции. Он может прятаться от, ну в общем-то, недружественного социума, находясь под опекой этой груди, прислоняясь, ну когда тебя прижимают к этой груди, ты ощущаешь тепло. И таким образом формируется базовое доверие, что мне хорошо, да, по моему первому требованию я обеспечен едой. И в дальнейшем у этого взрослого человека закладывается, в общем-то, базовая функция, как раз функция доверия к людям. А вот если именно вот в эти первые три месяца не было той самой груди, совершенно не обязательно, что она должна кормить этого ребенка. То есть может это быть бутылочка, да, но прикладывать ребенка обязательно нужно к телу, к груди, и вот в этом положении кормить этим молоком из бутылочки, и тогда вот это вот ощущение тепла, заботы, безопасности, оно возникает. И здесь какой интересный есть момент, что не мама может это делать, а, например, даже или папа, или какой-то вообще пожилой человек, будь то бабушка и дедушка. И вот здесь, уважаемые родители, обратите на это внимание, кто будет кормить вашего ребенка, прикладывая его к своей груди, пусть даже искусственной смесью, в первые три месяца, тот и будет для ребенка его вот этим вторичным объектом, то бишь его мамой, на всю жизнь. Вот, и вот этот момент нужно очень хорошо запомнить, потому что мне часто задают вопросы мамочки, да, они говорят, ну а вот сколько, я же вот такая вот успешная женщина, я бизнес-вумен, сколько мне нужно кормить этого ребенка? Я говорю, хотя бы три месяца, хотя бы три месяца, иначе, если вы этого ребенка отдадите в чьи-то чужие руки, даже если он вас будет там видеть утром и вечером, все равно вот у него создастся образ ощущения матери совершенно другого человека. Как он может в эти три месяца запомнить, то есть каким образом он потом сможет опознать, что это вот его… Вот это вот очень удивительная вещь, потому что, ну, в психоанализе считается, что и в лечении, и все потребности человека, и энергия, лебеденозная энергия жизни, или мартидная энергия, энергия агрессии, которая должна выплескиваться в маму, в данном случае мама является контейнером, да, который вот позволяет выплескивать эту энергию, когда малыш там, например, хватает, или прикусывает, или еще что-то, и не получает за это, ну, я не знаю, по шапке его не наказывают. Таким вот образом создаются ощущения дружественности, а вот как запечатлевается этот именно первичный объект, ну, возможно, мы отдадим здесь вот как раз дань благодарности вот этому Лоренцу Конноруду. Вот это, возможно, как раз тот самый импритинг, первое запечатлевание. Привязанность, это все-таки вот и любовь, это разные вещи, вот о чем мы говорим, наверняка у многих возникнет этот вопрос, потому что как будто бы мы говорим о привязанности так, что это, ну, и любовь материнская, или любовь ребенка, ну, и так далее. Очень хороший вопрос, Олег, вы мне задали. Да, действительно, то, что сформируется в отношениях с вот этим вторичным объектом, то бишь с мамой, еще раз повторю, эта мама может вовсе не быть мама, как раз это перейдет во взрослые отношения, во взрослые отношения с партнером. И сегодня я прям буду приводить очень четкие примеры, что вот в детстве было так, посмотрите, есть ли у вас это во взрослой жизни, и, возможно, именно вот этот уровень у вас, ну, что называется, просел, то есть вы там что-то недополучили. Мне же нужно давать советы, будет в конце нашей передачи. Итак, следующего ученого, которого я хочу упомянуть, это некий Гарри Харлоу, и очень два известных его, два труда, или его работы, это «Природа любви» и «Ям отчаяния». Значит, что делал человек? Он проводил неимоверно жестокие эксперименты над животными, и тем самым как раз доказывал, подтверждал свои гипотезы. Так вот, он выяснил, очень известный у него эксперимент, он проводил на детенышах обезьяны, он выяснил, что маленькие детеныши обезьяны выбирают в большинстве случаев 85% пушистую махровую маму, но не дающую молока, чем железную холодную маму, которая кормит молочком, и по первому требованию, ну, там, как сосочка, значит, они получали эту пищу. То есть все-таки нужна вот эта вот теплота, уют, ощущение вот этой защиты, и голод в данном случае, видите, он отходит на второе место. И таким образом, используя плюс-минус все имеющиеся теории привязанности, мы приходим к выводу, что сформируются, скорее всего, какие-то типы привязанностей, которые и проявляются у человека во взрослом возрасте. И, в принципе, если вот, ну, совсем утрированно сказать, их будет четыре. Это тип привязанности надежный, тревожный, избегающий и амбивалентный. И вот сейчас я хочу рассказать об этом. Итак, надежный тип привязанности формируется у того ребенка, который в детстве как раз получал материнское тепло, заботу, уют. Такой ребенок уверен во своем взрослом, потому что он всегда получал все, ну, что называется, по первому требованию. Ну, и в дальнейшем он не задумывался о том, что его мамы может не быть, что он не будет облюбован, обласкан, что он не получит заботу, внимание и так далее. И поэтому уже человек, когда это имеет, у него не возникает страха, что этого когда-то не будет. И в данном случае, когда этот ребенок вырастает, у него нет вот этой безумной привязанности к своему партнеру, потому что у него нет страха, что этот партнер его покинет, да, и с ним случится что-то неимоверное. Он не склонен идеализировать такой человек, ни себя, ни своего партнера. Да, мы люди разные, у каждого своя психическая реальность, и мы можем сосуществовать вместе, но точно так же и раздельно, и ничего страшного от этого не будет, потому что наступит завтра, и ты снова будешь рядом со мной. Нет страха, что завтра это исчезнет. Второй тип привязанности называется тревожный. Вот здесь как раз ребенок не уверен в своем взрослом. И именно как не уверен? Он недополучил любовь, оценку взрослого. Эти дети чаще всего получали любовь и внимание своих родителей, в данном случае мамы, папы, если они делали что-то хорошее, ну, с точки зрения родителей. Но почему-то все время вот создавалось ощущение, что вот еще чуть-чуть, чуть-чуть, вот еще немножко, и я точно получу эту любовь. И таким образом складывается концепция, что любовь нужно обязательно заслужить, что просто так меня любить нельзя. Потому что иначе, если я не сделаю что-то хорошее и не получу одобрения, то, скорее всего, в данном случае моя мама, она уйдет и найдет кого-то более хорошего, кого-то более послушного, и отдаст ему свою любовь. И в данном случае, когда этот человек вырастает, становится взрослым, у него все время сомнения и в себе, и в своем партнере. А все ли я сделал так? А все ли правильно? А понравится ли это моему партнеру? И вот это, кстати, один из типов привязанности, который приведет к созависимым отношениям, о которых я скажу чуть позже. И вот если что-то идет не так, но какая-то малейшая меняется, я не знаю, в течение дня даже какая-то ситуация, у человека моментально все буль-буль-буль-буль-буль, все меня не любит. Ну, например, в течение двух часов его партнер ему не позвонил. А там моему партнеру, я не знаю, батарейка на телефоне разрядилась, и не было возможности зарядить. И, например, там, я не знаю, совещание или еще что-то. Как же? Он же мне звонит каждые два часа. Ага. Значит так, если он мне не позвонил, или она, неважно, там, это работает и в одну, и в другую сторону. То есть мужчина и женщина здесь не имеют никакой роли. Вот. Значит, все, меня не любят, значит, я уже не нужен. Или, например, он больше улыбался и обращал внимание, да, когда разговаривал вот с этим человеком. Опять же, неважно, мужчина и женщина. Значит, наверное, меня разлюбили, значит, я уже не настолько хорош. Потому что вот не была это удовлетворена потребность похвале, одобрении, поддержке и тому подобное. И все время вот ощущение, что правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. А правильно ли я сделала, а полюбят ли меня за это. И иногда, кстати, человек с тревожным типом начинает делать все назло. Кстати, это больше даже склонны мужчины к этому. Например, они вроде хорошие отношения с партнершей, а они начинают, ну, хулиганить, скажем так. Например, как-то вести себя, ну, не совсем правильно. Или говорить какие-то гадости своей партнерши. Или, например, я даже, ну, не знаю, может быть, даже изменить для того, чтобы получить ощущение. А я вот такой, ты меня все равно будешь любить? А я вот это вот сделал. Ты все равно меня будешь любить? Или тебе нужен только хорошенький, да, который все делает по твоим правилам? То есть здесь вот как раз реакция сопротивления. То есть такая гиперкомпенсация идет. То есть я делаю наоборот, чтобы в очередной раз получить твою любовь или подтверждение твоей любви, потому что у меня вот эта тревога, что я вот такой вот недолюбленный. Третий тип привязанности называется избегающий. Ну, в общем, здесь история долгая. То есть он не сразу формируется, этот тип привязанности. И формируется тогда, когда ребенок не получал достаточное внимание со стороны родителей. В предыдущем там не было похвалы. Внимание было, похвалы не было и одобрения. А здесь вообще недостаточное внимание. И ребенок начинает испытывать ужасную боль от вот этого самого недоедания. То есть что мне недодают этой любви. И это так же болезненно и так же тяжело, как если бы я голодал. Поэтому я не хочу больше испытывать эти болевые ощущения. И мне проще вообще не вступать в отношения, чтобы не попадать в вот это тело боли. И зачем мне нужны отношения, говорит такой человек о взрослом возрасте. Я обхожусь абсолютно спокойно без этого. У меня есть работа, у меня есть там хобби. И вообще у меня есть друзья. Вообще любовь это вообще не моя история. То есть именно потому, что у человека жуткий страх быть брошенным. Я уже неоднократно в детстве это переживал. И я не хочу повторить это во взрослом возрасте. И вот такой тип привязанности приводит как раз к очень распространенному сейчас типу отношений, когда люди не хотят вступать в серьезные отношения. Потому что очень часто там как раз кроется вот этот момент, что меня уже один раз в детстве бросали. И не дай бог сейчас это повторится еще раз. Я точно этого не хочу. И поэтому, знаете, директивно заявляют люди, опять же такие мужчины и женщины, да, у нас будут отношения, но пожалуйста, ничего серьезного. Не строй относительно меня каких-то ожиданий. Я тебе ничего не обещаю. Это вот как раз страх быть брошенным или, с другой стороны, страх быть поглощенным. Когда очень много было внимания, очень много, допустим, там мама с такой гиперопекой, то есть не позволяла вообще ни смотреть ни налево, ни направо, все твои желания исполняла. И как бы человек не чувствует своей идентичности. И он уже не понимает, кто он, какие его решения верны, какие или это не его, а его мамы и тому подобное. Ну то есть вот, кстати, мужчины в этом смысле более уязвимы, чем девочки. Как говорил Великий Загимон Флойд, девочки вообще от самого рождения, они больше сепарит, чем мальчики. И поэтому именно мальчишки испытывают вот это воздействие как раз во много раз сильнее со стороны мамы, чем девочки. И гиперопеки, и недолюбленности. Это вот если мама была бизнес-вумен, ее все время где-то не было. И мальчики, я уже говорила, по своей природе, они немножко такие вампиристые. То есть им нужна энергия женщины. Всю жизнь. Всю жизнь. И будучи взрослым, мужчина всегда ищет именно женщину какую, которая будет его ресурсировать, наполнять, давать ту самую энергию. И, конечно, когда этой мамы не было, и вот это ощущение голода, или наоборот, вот эта гипермама, и возникают вот эти вот качели, я боюсь быть с одной стороны брошенным, а с другой стороны боюсь быть поглощенным. Ну, и у нас сейчас как раз время, небольшую паузу, вот после которой мы придем к четвертому типу. Продолжается программа «Советы богачек». Ирина Богачек, психолог-психотерапевт в нашей студии. Вот мы разбираем сейчас типы привязанности и дошли до четвертого. До четвертого. Четвертый тип привязанности называется амбивалентный, то есть качели, когда то одно, то другое, то одно, то другое. И в этом, конечно же, виновата непоследовательность мамы в ее поведении и отношении к ребенку. Ну, например, какой-то период времени мама любит, обожает своего ребенка, а, например, мама страдает алкогольной зависимостью. И потом она, например, уходит в запой, и она вообще не помнит о своем ребенке, и ребенок не получает и не видит, где же та хорошая мама. И то же самое можно сказать и про другие варианты поведения у мамы. Вот, например, приехала домой, все хорошо, замечательно, люблю, все облизываю, а потом уехала надолго в какую-то командировку. Потом опять приехала, потом опять уехала. И вот эти бесконечные качели, и ребенок не понимает. Вообще, моя мама, она ушла, она ушла навсегда, когда она вернется. Вот это непонимание, когда же я снова получу вот эту вот любовь. И оно тоже приводит к эмоциональным качелям. И человек во взрослом возрасте, он вроде бы в начале, тоже мы такую вот как бы стратегию поведения часто встречаем, вступает в отношения, и они начинают развиваться, и все замечательно, и смс-ки, и встречи, и секс, ну вообще все классно. А потом человек берет и исчезает. И люди приходят ко мне даже в терапии, говорят, я вообще ничего не понимаю. Но все было прекрасно. Очень часто бывает, что потом снова появляется этот человек, опять все-все-все, медовый месяц наступил, потом снова исчезает. То есть, по сути, человек в возрослом возрасте повторяет поведение мамы. То есть, то, что называется семейный сценарий. Потому что я вот сто раз буду говорить, что дети учатся. Не по слову, а по подражанию. Вот то, что видел, то и буду транслировать во взрослой жизни. У меня сразу вопрос. Может ли, если в семье было несколько детей, будут ли у них одинаковые типы? Или, может быть, вот мама вести себя по-разному? Ну вот такой. Если, скажем, вот в семье, там, не знаю, два ребенка, вот будут ли эти два брата или брата и сестра одного типа? Ну, а мы не будем забывать, конечно же, о биологически обусловленных составляющих, а именно о типе нервной системы. Эти люди, дети, могли родиться совершенно разными типами нервной системы. Один сильным. И тогда ему вот эти материнские, допустим, истории, что она запивала или она уезжала куда-то, даже если его в интернат отдали. Он, что называется, выдержит. Выдержит и станет, в общем-то, таким каким-то активным карьеристом, я, скорее всего, думаю, потому что карьеристы – это люди как раз недолюбленные, недооцененные, которые хотят получать одобрение социума. Чуть позже об этом скажу. А вот второй, например, ребенок с слабым типом нервной системы, для него тот же самый интернат, вот куда их обоих отдали, это будет просто адом, ужасом. И вот у него будет совершенно другой тип привязанности. И он, конечно, может быть, дай бог, найдет себе своего партнера и будет цепляться за него всячески, потому что, не дай бог, еще раз оказаться в этой же ситуации. Все зависит и от… Мы всегда помним, что есть два фактора – и социальный, и фактор биологически обусловленный. То есть они схлопываются, что называется. И здесь сложно предугадать. Ну, если бы они, условно говоря, были одинаковые, даже с одинаковыми типами нервной системы, даже похожие, абсолютно идентичные близнецы, и то не факт, что у них одинаково бы сложились истории с их партнерами. Вот. А сейчас я хочу перейти к неимоверной интересной, с моей точки зрения, и очень такой популярной теории формирования личности на основе привязанности Гордона Ньюфолда. Вы меня спросите, что здесь у иностранца и иностранца? Ну, вот почему-то вот на сегодняшний день вот именно востребованы вот эти теории. Ну, наши ученые, авторы, занимающиеся и вопросами семейных отношений. Конечно же, тоже есть российские исследования, но вот мне прям очень сильно нравится эта теория. И я здесь попрошу наших радиослушателей обратить внимание, что есть у вас, на чём вы строите свои отношения. Каждый вот сейчас найдёт какой-то свой моментик. И что с этим делать дальше? Итак, как говорил Гордон Ньюфолд, нам важно быть свободными от любви. Вот это его основная как бы идея, заповедь. А как, например, быть свободными от поиска еды? То есть, когда у тебя еда есть, ты не истеришь, ты не бегаешь, ты не занимаешься поисками её, потому что она у тебя есть. И тогда ты можешь заниматься чем-то другим. И вот он говорит, в отношении любви должно быть точно такое же понимание, ощущение, что у меня есть эта любовь, я наполнен этой любовью, что даже если этот человек сейчас ушёл от меня, всегда в моей жизни появится какой-то другой, который и мне будет давать любовь, и я ему буду давать. Как ничего страшного, ну закончились продукты, я схожу и куплю в супермаркете. А когда, извините, полки пустые или блокада? Ну тут вот есть вопрос, да? Но не будем сейчас отклоняться в эту сторону. А давайте всё-таки про теорию Гордона Ньюфолда. Итак, он говорит о том, что привязанность, а в данном случае формирование любви в будущем, проходит несколько этапов. И эти этапы есть у маленького ребёнка, и потом то же самое мы получаем во взрослом возрасте. Есть уровни совсем неглубокие, а есть уровни уже очень глубокие, но это не значит, что у одного и того же человека могут не сочетаться в себе, например, один и второй. Итак, где-то, в общем, проходит за шесть лет весь цикл вот этой привязанности. И на первом году маленький ребёнок как ощущает любовь? Через тело, через телесные ощущения. То, о чём я, собственно, и сказала. Либо тебя прижимают, ты чувствуешь тепло, заботу, безопасность, либо к тебе не прикасаются, тебя не поглаживают, тебя не целуют, не любят. То есть ты не чувствуешь вот этого вот. И для таких людей очень важно во взрослой жизни как раз телесность, телесные прикосновения, поглаживание, конечно же, секс. Если маленький ребёнок, он что, я трогаю, я сосу, я обоняю, у взрослого человека точно так же это закрепляется. То есть я чувствую и получаю любовь, когда у меня есть с тобой интимная близость, я чувствую твоё тело, я его обоняю, я чувствую твоё тепло. И если ты хочешь неоднократно со мной это повторять, значит, ты меня любишь. То есть вот основа любви – это, условно говоря, тело, это секс. И очень многие люди говорят, что секс – это основа всего. А я, помните, нашу вот линейку приоритетов, говорил, что секс вообще на четвёртом месте. То есть в сегодняшней истории, ну это, в общем, статистические данные. И это считается самым поверхностным. Но вот с этим я, может быть, бы не согласилась, потому что если в семейную терапию приходит ко мне пара, и вот этого уровня нет в их отношениях, а они, например, ещё молодые люди. Но я понимаю, если людям 70-80 лет, и то, и то. Мой учитель, профессор Дмитриев, говорит, что сексуальная активность должна быть до конца последних дней вообще. Вот, и то. И когда ко мне приходят люди в семейную терапию, и хотя бы у одного влечения больше нет, я им говорю, не тратьте деньги, я ничем вам не помогу. Поэтому, да, он может быть и поверхностный, но он неимоверно важный. Если тебе хочется прикасаться к своему партнёру, но пусть даже не сексуально, просто прикасаться, дотрагиваться, нюхать его, гладить, ну это очень большой показатель того, что действительно вы близки. Хотя и поверхностно, как считает Гордон Ньюфлот. Второй год жизни формирует у нас такой уровень привязанности, который называется похожесть. И генетически это обусловлено чем? Он говорит, что в принципе это ещё из мира животных идёт, что чтобы ребёнок, ну в данном случае детён из животных, смог различать своих и чужих, чтобы не отползать к чужим. И как проявляется вот этот уровень похожести? Я любим, если я похож на кого-то. Я хочу быть похожим на свою маму, поэтому там маленькие девочки туфельки, допустим, мамин надевают, помады себя разрисовывают. Я хочу быть похожим. Мальчик хочет быть похожим на папу или там дедушку, я не знаю, кто у него перед глазами. И во взрослом возрасте как это проявляется? Мы, люди, которые вот на этом уровне, они влюбляются только в тех, которые похожи с ними в чём-то. Это может быть похожесть вкусов. Например, я люблю такую же музыку, или такое же кино, или у нас общие с тобой гурме пристрастия, которые очень важны тоже в отношениях. То есть вот эта степень похожести, что нас объединяет, часто говорят люди. И если же мы с тобой не совпадаем по этому уровню, люди иногда говорят, знаешь, ты не мой человек, человек, мы с тобой абсолютно разные, вот эту ключевую фразу, которую мы часто слышим, поэтому ничего у нас с тобой не получится. А на самом деле я всё время говорю, что все люди разные, и, конечно же, у всех своя психическая реальность. И у меня, например, аллергия на лук, а у моего партнёра любимое блюдо – это луковый суп. Это не значит, что мы не сможем быть в отношениях и так далее. Но степень всё-таки похожести всё равно должна присутствовать. И испокон веков родители пытались найти своим детям пару из своего сословия, у которых были бы одинаковые условия воспитания и вообще восприятия мира. Для кого-то достаточно постелить газетку и кушать, а кому-то обязательно нужна белая скатерть и костяной фарфор. И по-другому никак. Даже в самые тяжёлые периоды жизни голый стол невозможно. То есть обязательно стол должен быть накрыт чем-то. И вот на этом уровне люди могут действительно разойтись. И здесь я привожу чудесный пример про свою сестру, которая разошлась со своим мужчиной из-за того, что у них не было вот этой похожести. Я уже приводила этот пример, но он замечательно иллюстрирует, когда она с утра накрывала скатерть, ставила белый фарфор, а он программист был. И она посередине ставила серебряную сахарничку, наливала ему свежесваренный кофе, потому что кофе из банки – это яд, то есть в её психической реальности это невозможно. А он брал ложечкой, насыпал себе сахар, и этой же ложечкой мешал этот кофе. И всё, сказать ничего она ему не могла, но у неё вот эта ненависть и негатив накапливался. Она звонила мне, я говорила, «Слушай, в конце концов, ну клади-то этот сахар ему сама». Нет, он что, малолетний ребёнок? Он что, не в состоянии уже сахар себе положить в чашечку кофе? И ещё от этого мужчины я собираюсь рожать детей? Я говорю, хорошо, вообще сахарницу убери со стола. Как это? В её традициях у них всегда в семье обязательно вот была такая сервировка стола, и по-другому она не может никак. И в итоге через некоторое время она собрала ему чемодан и сказала, что у нас разные культурные традиции, ты не можешь быть отцом моих детей, уходи. Он не поверил, он не понимал, потому что для него вот этот уровень похожести не был необходим в любви. Он был программистом, она бухгалтером, и нормально всё существовали, у них был прекрасный первый уровень, уровень телесности. Он пять раз возвращался, она его пять раз отправляла с чемоданом. То есть вот не совпали люди на вот этом уровне похожести. Но очень часто мы узнаём своих людей, вот, например, болельщики на трибуне, или ты и я, мы работаем в одной сфере, и мы тогда абсолютно точно подойдём друг к другу. Но это вовсе даже не обязательно будет тем моментом, который нас объединит. Киплинг, да, сразу мы с тобой кровью. Вот, вот, да, мы с тобой одной кровью. С двух до трёх с половиной лет формируется уровень принадлежности. То есть ребёнок считает, что он должен кому-то принадлежать, в данном случае своей маме. То есть и интересную здесь иллюстрацию приведу. Например, бабушка идёт с девочкой гулять в парку. Девочке болит горлышко. И девочка говорит, бабушка, ну купи мне, пожалуйста, мороженое. Она говорит, конечно же, я тебе куплю, только маме не говори. Покупает мороженое, девочка съедает. Они приходят домой, мама встречает, говорит, мама, мама, а ты знаешь, бабушка купила мне мороженое. Её бабушке шок, ну мы же с тобой договорились, что ты не расскажешь. Но если я не расскажу, я тогда тебе принадлежать не буду. Между нами будет вот эта вот яма недосказанности, и тогда между нами будет пропасть. И в данном случае у взрослых людей, как это проявляется, мы должны абсолютно точно с тобой всё друг другу рассказывать. Вот абсолютно всё, что с тобой происходит. С кем ты встретился, кому позвонил и так далее. Я должен тотально обладать тобой, всеми твоими действиями, всеми твоими решениями. Иначе что? Ревность. Иначе ревность. Значит, ты меня уже не любишь, и, скорее всего, я тебе не нужен. И я сам могу говорить о тебе всё, что угодно. Ну, например, такой, не очень хороший. Но если, не дай бог, кто-то тебе скажет, о тебе что-то плохое, я, что называется, его уничтожу. Потому что ты и я, мы принадлежим друг другу. Это как, если бы говорили обо мне, что-то плохое. Вот, с 4 до 5 лет формируется уровень значимости. Вот это вот очень важный уровень, я на нём чуть поподробнее остановлюсь. Это потребность похвалея, когда ребёнок хочет получить одобрение, когда он хочет у мамы быть самым-самым-самым лучшим. И в данном случае, если человек не получает вот эту похвалу, одобрение, оценку, какой-то замечательный, как-то лучше всех вот это сделал, какой-то исключительный. Я всё время даже, вот сравнение для мужчин, ещё раз напомню, это смерть. Мужчина должна ощущать свою исключительность, если говорить, только ты можешь это сделать так, только у тебя получается это. Иначе, если вот не получает ребёнок этого, у него ощущение, что я недостаточно старался, да, и, соответственно, я недополучу любовь. То есть основа любви – это похвала, похвала, одобрение. А если же, допустим, я её не получал, то что будет? А будет следующее. Либо человек будет уходить от отношений и говорить, что я недостойна отношений, потому что я не очень хороший, у меня не получится. Ведь я старался, старался с мамой, но сколько не старался, я так и не получил этого одобрения и похвалы. Значит, ну вот такой я родился, или такая вот судьба моя, что вот кто-то может быть счастливым, а я нет. Кого-то могут любить, а меня нет. Либо, опять же, вот эта гиперкомпенсация, человек начинает получать похвалу, одобрение, вот это вот подтверждение собственной значимости у всех и везде. И очень часто эти люди хотят получить эту же самую значимость, похвалу у своего партнёра, и они всё время спрашивают, ты гордишься мной? Тебе понравилось, как я сделал? А что ты думаешь по этому поводу? Тебе точно это понравилось? То есть могут переспрашивать сто раз, потому что вот эта дыра вот ненасыщаемая. Эти люди могут получать похвалу и одобрение со стороны окружающих, социума. И чаще всего профессии как раз себе выбирают те, вот эти недолюбленные, недооценённые дети, где можно получить вот эту похвалу и одобрение. Это или актёрская деятельность, или политики. То есть там, где должно быть много каких-то персоналитей, которые будут давать мне вот эту любовь. Кстати, всевозможные вот эти вот конфессии, связанные с вот этими миссионерской деятельностью, где тоже они получают огромное количество одобрений. Их там чуть ли да, конечно же, не спасителями называют. И вообще любые спасатели, это люди, которые вмешиваются в жизнь других людей, говорят, я спасу тебе, я помогу. Это вот как раз оттуда же, что он недополучил этот ребёнок по хвалу и одобрению своей мамы. И, конечно же, эти люди вот явно лезть им в лицо говорят, и как кто-то другой, у которого вот не просел этот уровень. Они думают, ну как же он может вот эту лезть, прям вот такую вот незавуалированную воспринимать. А он не слышит, потому что, я говорю, это вот ненасыщаемая дыра. И ему кажется, что вот именно в этом кроется любовь. Следующий уровень – это уровень шести лет, когда наступает та самая эмоциональная близость. Вот завершается и дипов комплекс, и у ребёнка возникает эмоциональная близость. И это не как бы не стадия сексуального развития, это как раз про то, что я всех люблю. Это сердечки, смайлики. Я люблю маму, я люблю папу, я так всех люблю. И человек, который находится вот на этом уровне, когда он попадает в любовные отношения, будучи взрослым, они иногда даже пугаются. Они говорят, боже мой, ну я что-то деградирую, становлюсь каким-то вообще, я не знаю, умственно отсталным. Что это такое? Я какие-то сердечки шлю, смайлики, цветочки. И вот это вот человеку очень важно получить подтверждение на его вопрос, а ты точно будешь со мной до конца моих дней? Ты точно будешь со мной всю жизнь? Ведь я же так люблю тебя, и мне очень важно, чтобы ты тоже меня любил всю жизнь. Вот такая единственная любовь, что называется, умрём в один день. Ну и последний уровень привязанности, он характерен для семи лет, это уровень познанности. Когда я уже настолько хорошо узнал тебя, что мне даже слова не нужны. То есть я без слов могу понять, что нужно моему партнёру, и я не стремлюсь его переделывать. Если я его выбрал, ну значит в нём что-то есть, то, что действительно меня как бы трогает, цепляет, что называется, зеркалит меня, потому что плюс-минус мы всегда выбираем тех людей, которые отражают или нашу лицевую сторону, уровень похожества, или нашу теневую. То есть очень часто любовь возникает, вот влюблённость это, когда люди бесят друг друга, то есть они настолько, у них какое-то неприятие. Это как раз означает, что вы зеркалите теневые стороны друг друга. А потом у них могут даже случаться прекрасные, долгосрочные, такие вот длительные браки, отношения и тому подобное. Описанные Шекспиром в украшении строптивой. Именно, именно, конечно же, да. И это считается самым глубоким уровнем, но, я говорю, вовсе не обязательно, что только на этом уровне будут строиться отношения. Ну и рассказав про вот эти все уровни отношений, я хочу сказать следующую, очень ключевую фразу, относящуюся к советам. Уровень привязанности, вот этот ненадёжный или амбивалентный, или вот если здесь где-то вы, да, зависли, его можно поменять. Для начала спроси у человека, а что для него любовь? Вот не случайно Олег меня спросил в начале передачи, а что для Ирины любовь? А для меня всё, и тело, и эмоции, и мысли. Вот как необходимый компонент любви, компоненты любви. И вот когда есть и то, и другое, и третье, вот для меня это любовь. А для кого-то будут важны или мысли, то, что называется, духовность, а кому-то важны эмоции. И очень часто люди устраивают скандалы, специально провоцируют конфликты для того, чтобы вот в этих эмоциях получить подтверждение любви. Ну а для кого-то очень важно тело. И без тела, в общем, любви не может быть. Ну и завершая, я хочу сказать, что какие-то из этих уровней созависимости могут привести к созависимым отношениям. И я очень подробно буду об этом рассказывать, но чуть вперёд забегу, что что такое созависимость? Это когда нездоровая, неадекватная потребность 24 часа в сутки обладать каким-то человеком. И в данном случае могут быть такие сигнальчики, метки, которые, возможно, приведут к тому, что вы подумаете о том, что а вдруг у вас созависимые отношения. Ну, например, когда вы полностью поглощены партнёром, и вся остальная жизнь вот кажется вам скучной, неинтересной. Вот только то, что связано с ним, действительно вызывает у вас интерес. Когда вы очень зависите от его мнения, то есть по любому поводу вам нужно обязательно посоветоваться. Вы не примете ни одного решения без, ну, в общем, согласия со стороны партнёра. Ваша самооценка зависит от его одобрения. То есть, например, когда он вам говорит, что ты сделал что-то, ну, не очень, или, допустим, там что-то у тебя не получилось, ты моментально впадаешь в эмоции, тебе обидно, тебе хочется плакать, потому что вот твой партнёр, ну, да, 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 тебя немножко доснизил. И, конечно же, когда эмоции и действия вашего партнёра гораздо более важными являются в вашей жизни, чем ваши собственные. То есть, если встанет выбор, куда ехать в тот же самый отпуск, и ваш партнёр говорит, мы едем на Мальдивы, а вы хотите на лыжи, даже если вам очень хочется на лыжи, вы поедете на Мальдивы. И напоследок я скажу, что отношения можно поменять, но поменять их можно только в отношениях. Как долго формировалась вот эта вот привычка, этот условный рефлекс, да, быть зависимым от мамы или недополучать эту любовь, точно так же этот условный рефлекс, эту привычку можно переформировать, но переформировать, возможно, достаточно долго. И в течение нескольких лет, да, потребуется внимание, любовь, поддержка, одобрение твоего партнёра, но это реально возможно, да. Ну что же, спасибо огромное. Ирина Богачик сегодня была у нас в студии, и поскольку у нас время программы вот объявляется дополнительно, через какое-то… Через три недели где-то, да. У нас будет тема «Созависимые отношения». Слушайте, присылайте свои вопросы. Спасибо. Спасибо.